Приветствую вас, Елена. Давайте разберем ваш вопрос. Ну, во-первых, вы пишете о том, что вам 33 года. Из этого можно сделать вывод, что в какой степени вас волнует ваш возраст. Вы придаете этому значение. Не очень понятно, просто какое в контексте вашей ситуации, но тем не менее. Дальше. Вы пишете, что у вас есть любовник. Вообще, если обычно, когда люди говорят, что у них есть любовник, подразумевается, что есть еще и другой постоянный партнер. В принципе, может быть, вы используете слово любовник здесь не в таком контексте. Потому что я встречал употребление слова любовника в контексте именно того, что просто нет любовник, а человека, с которым я встречаюсь. Такого бывает очень редко, но встречается. Поэтому я не очень понимаю, в каком контексте вы используете здесь слово любовник. То есть это не совсем типичное использование данного слова в российских реалах. Это очевидно. Так что давайте определимся, почему любовник, что вы вкладываете в это понятие любовника. Если у вас есть муж, то вам необходимо анализировать Ваши отношения с мужем, чтобы собственно вообще как-то определиться. Потому что, как правило, любовник это просто костыль. Как правило. Дальше. Дальше. Костыль, который призван подбирать хроматую смену. До поры до времени. Дальше. Следующий момент. Вы находитесь в отношениях с женатым мужчиной. Даже я не очень понимаю. Вы пишете, что я думаю, что у любовника есть жена. Далее пишете, что жена знает, что вы с ним встречаетесь. То есть у вас фраза о том, что вы не знаете, есть ли у него жена или нет. Через предложение вы пишете, что жена знает о вам. Как-то странно, да? Вы пишете, что я думаю, что у любовника есть жена. Люди пишут, что жена знает. Ну, непонятно. Дальше. Любовник ревнует вас. Ну, помимо того, что этот человек не слишком сильно уверен в себе. Помимо того, что этот человек, который воспринимает вас, если не исключительно, то в достаточно серьезной степени. Он вообще не имеет права вас контролировать и ревновать, потому что он женат. То есть вот такой объективный момент, что человек пытается вас контролировать, пытается вами управлять, пытается вас ограничить во взаимодействии с другими людьми. И с окружающими дамами, прочее, прочее, прочее. У этого есть свои причины. Важно понимать, как вы относитесь к этим причинам. Как вы это воспринимаете. Дальше. Следующий момент. У вас появляются мысли о том, что вы изменили. Но если навязчиво. Как можно изменить самому человеку, который не свободен. Само по себе загадка. Но что рождает тревогу, так это основание для этих мыслей. Основаниями для данных мыслей является ваша неуверенность в себе и заниженная оценка, поскольку именно она позволяет вам встречаться с несвободными мужчинами. По большому счету, ну, не быть для человека на первом месте с гендерной позицией. То есть, как женщина, быть для человека не на первом месте. Во первом месте у него жена, ну, просто потому что. Хотя вы говорите, что вы проводите вместе выходные и все такое, но все равно. Вы позволяете себе быть не единственной женщиной в жизни мужчины. Это ваше право, но тут есть и такие вот последствия достаточно негативные. Самоценка ваша это не повышает при условии, если вы не хотите сделать человека, я имею ввиду своего любовника счастливым. Если вы не довольны текущим положением вещей, то есть, если у вас все устраивает, да, как у вас складываются отношения с любовником, да, если вам нравится то, что вы для него делаете. И, в принципе, ну, больше вам не обязательно. Вот. Вот только при таких условиях то, что вы описываете, может быть, так сказать, адекватным. В целом случае это только негатив для вас. Ну, собственно, этот самый негатив проявляется в том, что у вас проявляется в смысле о том, что вы могли изменить. А, неверные в себе проявляются во внушаемости. То есть, вам достаточно легко что-то внушить. Судя по тому, что вы говорите. Судя по тому, что вы описываете. Следующий момент, который я хотел бы сотронуть, это момент навязчивых мыслей. Навязчивые мысли имеют под собой природу в виде желаний неудовлетворенных запрещаемых себе. Собственно, навязчивость это следствие игнорирования того, что вы хотите и того, что вы чувствуете. Ну, а тревога, это следствие того, что вы не прислушиваетесь и не действуете соответственно с тем, что вы чувствуете. Как видите, все довольно тесно связано. Следующий и последний момент касается алкоголя. Я не очень понимаю, почему вы от него отказываетесь. Но все это лето, что вы злоупотребляли алкоголем. Или злоупотребляли. Если вы злоупотребляли, то как это происходило? Почему это происходило? Почему вы начали злоупотреблять алкоголем? Злоупотребление алкоголем является оральным поведением. Про него вы можете почитать в интернете. Чтобы понять, что оно из себя представляет. Примерно. От себя скажу, что за этим лежат некоторые травмирующие факторы, которые необходимо прорабатывать. Такой ответ примерный могу вам дать. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена. Понятно. Продолжение следует. ПОBABABABABA stata, чтобы Red真的 как раз это разрушено. Ну. の да. Ну я уже это сделаем. Гдебезы залкоголемоголемоголемоголемоголемогерская кнопочка подробayo. М nutzen тяга.